В основном люди пьют горячий кофе, то есть, можно сказать, любители, ценители и просто люди, которые хотят что-то попробовать новое. То есть кофе в жару, возможно, пить и, наверное, нужно. Почему? Потому что немногие знают о таких интересных напитках, как гляссе. Считается родиной Австрии. Это кофе эспрессо с добавлением любого, абсолютно любого мороженого. То есть на мороженом можно использовать также и шоколадные добавки, любые кремы и так далее. То есть все возможно. Единого стандарта приготовления или рецепта приготовления гляссе не существует. Поэтому можно пробовать все, что вам нравится. В жару можно пробовать также самое кофе, называется фраппе. Это тот же самый базовый напиток эспрессо с добавлением колотого льда. Все напрасно. И взбитое в миксере. Если вы все-таки любите горячий кофе, не будете пробовать гляссе. Почему? Потому что температура напитка от 10 до 20 градусов. То есть он является и освежающим, и тонизирующим, и бодрящим напитком. Сейчас я приготовлю для вас напиток бодрящий, освежающий, называется гляссе. Берем стандартную дозу для кофемашины 8 грамм свежемолотого зернового кофе и заправляем его в рожку. После этого уберем темпер и утрамбовываем. Еще утрамбовываем до получения равномерной поверхности. После этого заправляем кофемашину. Ставим стаканчик. Включаем кофемашину, сделаем все за нас. Процесс экстракции кофе составляет от минуты до полторы. В принципе, эспрессо наш готов. По желанию мы можем сюда добавлять либо сахар, либо любой сироп. По желанию в эту массу добавляем непосредственно мороженое. После этого по желанию также самое сверху, мы можем положить любой токер на ваши пожелания. На данный момент я сделаю шоколад и миндаль. Осталось добавить ингредиенты. Купаш – это соотношение арабики и робусты. Наиболее считается вкусным и мягким сортом арабика. То есть она может израстать в абсолютно разных уголках мира, но при этом практически его вкус не меняется и аромат, который он дает. Робуста является уже как бы дополнением для того, чтобы, ну скажем так, удешевить немножко купаш, то есть соотношение и, собственно, кофе. На данный момент мы с вами можем попробовать соотношение от 40 до 60. 40 арабики – 60 робусты. То есть это наиболее востребованный купаш, который сейчас используется. Ну, то есть многие люди у нас полюбили его, скажем так. Существуют правильные три степени прожарки – светлая, средняя и тёмная. То есть на данный момент в основном на нашем рынке потребительском используется тёмная прожарка. Отличить можно по степени, просто глядя на зерно. То есть если оно тёмное, значит это тёмная прожарка. Тёмная прожарка даёт более горчинку, кислинку даёт, наверное, всё-таки робуста. От степени прожарки зависит степень насыщенности кофеином, липа, ещё одним составляющим – теобрамин. То есть это те вещества, которые действуют на членские организмы. Уже научились производители добавлять ароматизаторы для того, чтобы человек не смог определить на 100% правильный купаш или неправильный. Поэтому в любом случае аромат даёт 100% арабика.